Друзья, перед началом ролика рекомендую посетить канал «Взгляд с коляски на жизнь в Германии». Это простой канал о жизни, о жизни в Европе. Блогер зовут Андреас, и он снимает ролики не только о своей конкретной жизни, но и о жизни других. Показывает различные достопримечательности, очень красивые места, делает реально крутые экскурсии. На канале большой кайф роликов на разную тематику. Залетайте, тут есть что посмотреть. Ссылочка, как всегда, в описании. Друзья, мои хорошие, всех приветствую на своем канале. Меня зовут Дмитрий, это канал Добро Е. Тема будет сегодня касаться ETS и Америки, да и не только, в принципе, этих двух игр, но все-таки основываясь на том, что у меня канал именно под эти игры, и больше 90% контента именно по ETS и Америке, тем будет больше, наверное, к ETS. Как вы знаете, я использую Тоби Айстрекер. Это такая приблуда, даже на канале есть обзоры, и в описании скину дополнительно еще раз обзор этого устройства, которое стоит 22-25 тысяч рублей. Это все-таки дорогое устройство, которое позволяет отслеживать положение головы и глаз. И в этом есть какая-то плюха, есть какой-то плюс, да, но все-таки эта тема очень дорогая, и даже те, кто хочет купить за такие деньги это устройство, не могут купить в России, потому что его тупо нету практически. И очень тяжело найти. Но не у всех есть такие большие финансы, но есть желание покатать, вот как я с этим Тобиком, да, на стримах, видосах, когда у меня отслеживается голова влево-вправо, и все в этом духе. Сегодня как раз обзор на подобную программу, которая позволяет это все дело делать, заменяя этот Тоби Трекер. Я это видео хотел давным-давно записать, мне писали многие ребята, Дим, сделай, сделай, пожалуйста, аналогию какую-то. И сегодня мне вот с утра Володя написал, говорит, Дим, а что ты действительно не хочешь сделать? Я тут подумал, блин, а что я телюсь сижу? И вот я родил ребята по этому видосу. Что касается этой всей темы, ребят, обязательно условие наличия веб-камеры. Для того, чтобы это все дело работало, она будет отслеживаться через веб-камеру. Веб-камера обязательное условие, чтобы она у вас была на компьютере. На ноутбуках она на всех практически есть, на ПК не у всех есть вебка, но надеюсь, что у большинства, потому что мы живем в современном мире, многие пользуются скайпом, общаются по веб какой-то теме, да, дискорд там и все-все-все. У многих есть веб-камера. Если нет, ребята, естественно, придется раскошелиться и купить вебку. Чем лучше вебка, тем лучше будет она отслеживать все эти движения через эту программу. Я использую Logitech C920, называется она Pro, по-моему, версия. Не из дешевых веб-камер, она стоит порядка 10 тысяч рублей сейчас в магазине. Эта вебка можно найти на Авито подешевле. Я покупал в свое время на Авито за 3,5 тысячи, эту веб-камеру, через которую я сейчас говорю вам. И вы меня видите, и мои трансляции идут через эту веб-камеру. Давайте вернемся к программе, а то все-таки начинается какая-то вода. Будем рассматривать эту программу. Я расскажу все и покажу, что из себя представляет и как она позволяет отслеживать. Мы находимся на официальном сайте FaceTrack Noir. Это программное обеспечение. Она платная, ребята. Есть бесплатная старая версия, но она не работает. Я пробовал, я хотел вам показать бесплатку. Не работает, не пытайтесь. Только покупать. Цена вопроса в районе 360 рублей, если переводить примерно с евро. Оплата через PayPal. Это по истории как с Румынией, либо с промоцем. Ну, вот такая, друзья, история. Эта программа покупается раз и навсегда. Никаких проблем нет. Короче говоря, как это все дело делается. На официальном сайте мы заходим сразу в раздел Download или Скачать по-русски. И нам нужна первая ссылочка. Вот эта вот. FaceTrack Noir 200. Заходим на нее. У нас открывается новая страница, где с левой стороны сама программа, справа плагин. Плагин скачивается бесплатно. Вы скачиваете плагин. Он скачивается экзешником бесплатно. Нажимает Скачать и он скачает. FaceTrack Noir 2.1. Это сама программа, которая платная. И по нажатию Buy Now вот сюда вот нажимаете, вас перекидывают на PayPal, где нужно оплатить там сколько-то евро. Ну, по рублям это 360, по-моему, рублей, если я не ошибаюсь. Что-то такое. Ну, как бы это дешевле, чем покупать Тобик за 25 тысяч рублей, правда? Разница 350 рублей, либо, значит, 25 тысяч рублей. За 25 тысяч рублей можно Logitech купить 29-й руль, новый. Вот. Ну, как бы, вот такой вариант. Короче говоря, вы его купили. У вас получается, даже специально открыл свой вот... Вот, видите, я выбрал. Вот это Face, это программа. Вот это плагин в виде экзе файлов. Вы устанавливаете программу, поверх нее устанавливаете плагин, просто нажимаете Setup, да, то есть установщик, далее, 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 ничего не меняете, и все он там устанавливает, все, что ему надо. Больше мудрить ничего не надо. После того, как вы все это дело сделали, друзья, открываем саму программу. Программа у меня находится... Она где-где? Вот она, программа. Вот она, FaceTrack Noir. Не смотрите на мой рабочий стол, конечно, тут у меня срач. Ну, что есть, то есть. Нажимаем FaceTrack Noir, вот эта программка. Открываем ее. Открылась программка, к сожалению, не могу. Я ее как-то вот вниз сделать больше, к сожалению, он мне не позволяет, но дохкер с ней. Что я себе представляю? Во-первых, у меня здесь уже профиль создан под названием Добро. Я его скину в описание также и расскажу, как его поставить, это Добро. Это мой уже, скажем, созданный файл настроек, чтобы максимально приблизить к Тобику по плавности управления головой. Потому что изначально, по дефолту, это кошмар адский. Это голова до такой степени резко двигается, и все это вот такими рывками, что пипец-пипец. Чисто по настройкам, ребят, толком особо ничего вам такого не скажу. Я здесь по умолчанию 20 с чем-то, по-моему, стояла. По-моему, это скорость отслежки или какая-то задержка отслежки, что-то такое. Я поставил вот на один, типа, самое маленькое, чтобы можно было сразу управлять. Вы можете поставить, попробовать чуть-чуть побольше, как угодно. У меня на один стоит. Дальше. Вот здесь в инверсии ставите питч-галочку. Для чего? Ну, по настройкам, вы когда загрузите, у вас будете уже вот так вот. Но мало ли, если вы сами захотите. Питч, это чтобы инвестировать ось. Потому что, когда изначально вы будете поворачивать голову влево, у вас камера будет поворачиваться вправо и в обратку. То есть, нужно инверсию составить так, чтобы лево было лево, а право было право. Понятно, надеюсь. Вот это галочка. Дальше. Вот здесь вот выбираете, как у меня, Face API 3.2.6 и вот этот гейм-протокол, который вы скачали по плагинам, да, устанавливали плагины, выбирайте здесь FreeTrack 2.1. По настройкам здесь FreeTrack'а в описании ставится EnableBot и вот эта галочка на помолчание будет стоять. Нажимаем ОК. С этой стороны, как у меня, все вот это стоит. Вот это шоу у меня сейчас специально включено. Когда я включу эту программу, появится моя веб-камера с моей отображением моей головы. Это я специально, чтобы вам показать. Когда вы настроите эту галочку, чтобы на фоне игры ваша голова в камере не торчала. Короче, сейчас покажу, как это все это дело наблюдается. Вот так вот все это настраивается. Автоматически игра подцепит вашу веб-камеру ноутбуковскую, либо какая у вас стоит на компьютере. Она автоматически ее подцепит. Если нет, вы можете из списка по девайсам выбрать свою камеру. Никакие настройки делать не надо. Все. И вот здесь фильтр стоит Assello фильтр MK. После того, как все это установлено, вот здесь вот в курвисе у меня уже вот эти все шкалы я специально подобрал так, чтобы максимально сделать, скажем так, плавность настройки. Как это работает, сейчас покажу, ребята. Но перед тем, как мы начнем, я сейчас открою OBS, я сейчас через него записываю. Вот сейчас вы видите, запись идет в данный момент у меня. Вот видите, остановить запись, запись идет. Мне придется отключить свою веб-камеру, потому что эта программа естественно эмулирует вебку. Отключаю, открываю ее, деактивировать. Вы меня прекрасно слышите, но не видите, ребят. Так оно надо, иначе по-другому я не могу записать. Отлично. Нажимаю я старт. Что получится? Включается моя веб-камера, и вы сейчас также меня видите, вот он я, сижу здесь на фоне, и смотрите, моя голова начинает вертеться на бока, влево-вправо, вверх-вниз. Настройки пока такие у меня стоят, вы можете сами потом в дальнейшем поиграться. То есть, вот сейчас остановлюсь, видите, как бы замедляется все вот эти питчи, оси, x, y и так далее. Как только я начинаю поворачивать голову влево-вправо, вы видите движение в процентном вот этом соотношении, вот эти числа, двигаются туда-сюда. Вот так это, друзья, работает. Сейчас я запускаю Евротрак Симулятор 2 и покажу, как это в игре уже вся эта тема работает. Но, хочу еще отметить, когда вы включили на рабочем столе старт, и у вас заработала ваша вебка, как у меня сейчас, да, и работают все эти числа, заходим в Курвус, и смотрите, когда я головой верчу, видите, что получается? Вот это как раз, вот вы можете на ходу настраивать скорость, скажем так, поворота головы, наклона, если вы наклоняетесь, это вот самая крайняя, roll, если pitch up, это голова вверх-вниз, да, ну и соответственно, вот это яв и яв left, это право-лево, да, то есть я говорю, лево-право, вверх-вниз, и наклоны головы, roll, прошу прощения, если у меня ребенок орет, просто, ребят, ну там, у меня там баталии в телефоне, короче, надеюсь, понятно, запускаю ETS, друзья мои, вы меня опять же не видите, да, потому что я все-таки зашел в окне, у меня игра, и опять же, по причине фритрека, вот этого фейстрека, я вебку специально, чтобы она работала, как отслеживание головы, но вы меня прекрасно, как бы, слышите, смотрите, в настройке, опять же, я повторюсь, я Tobi Tracker отрубил, от сети вообще, чтобы как раз продемонстрировать, ведь у меня даже конфигурация не работает, потому что отслеживание головы Тобика, у меня вообще из компьютера вытащен, он сейчас у меня отключен, по настройкам ничего, как бы, в ETS ничего мудрить не надо, я запускаю игру, запускается, как бы, по-разному, кто-то говорит, сначала запускать программу, потом игру, кто-то не говорит, запускать программу, а сначала игру, потом программу, я запускаю сейчас ETS, а потом программу, как бы, я запущу, Сейчас у меня настройки таковые, что я сейчас пользуюсь мышкой. Это мышка. Полностью, как бы, вот, ну, кручу-верчу я мышкой. Все, у меня работает чисто моя мышка. Перехожу я сейчас во FreeTrack. Вы сейчас видите FreeTrack. Я нажимаю Start. Запускается трекер, появляется моя голова. Вот, все, поперло отслеживание. Здесь же в настройках, кстати, опции Keyboard Mouse. Рекомендую выставить Keyboard Center на какую-то кнопку. У меня это кнопка Home сейчас. Что это такое, чтобы отцентрировать положение вашей головы относительно игры. Это обязательно. Чтобы у вас камера не уезжала и вы не сидели где-то там сбоку, да, от руля, допустим. А это будет центрировать. Сели ровненько, нажали Home, у вас игра там отцентрилась. Ну, или ваша кнопка. Надеюсь, тоже понятно. Все, у меня это все дело работает. Я сейчас вот так отключаю. И видите, как я и сказал, галочку отключить вот это вот отображение вебки. То есть вы сейчас видите мою голову. Вы видите, как я сейчас головой верчу вверх-вниз. Плюс работает движение вперед-назад. Я могу пристать, либо присесть чуть-чуть, да. То есть и все, я завожу грузовик. По настройкам примерно вот так вот, ребята. То есть в принципе достаточно комфортно. Отображение... Ну, сами можете потыкать и настроить, как вам удобно. Положение головы. Голова прекрасно поворачивает. Как вы видите, я полностью сейчас играю через веб-камеру. И всего лишь за 350 рублей. Ребят, ну я думаю, что это того стоит. Единственные затраты это веб-камера. Если вдруг вы, ну все-таки ее не имеете, да, как бы веб-ку. Снаружи ваша будет камера работать, как обычная мышка, да. То есть вы можете спокойно мышкой как-то влево-вправо делать. Но уже из салона вы будете управлять, естественно, чисто положением головы. Повторюсь, по настройкам, ребята, тут надо самим под каждую голову, под каждую веб-ку мудрить. Хочу отметить еще, что она действительно не очень хорошо работает при ночном освещении. Поэтому если у вас есть хорошее освещение, проблем не будет. Но если будет у вас плохое освещение, все-таки есть минус в этом, да. Как бы Тобик работает при любом освещении, в любых условиях, хоть вы в очках или не в очках. То здесь все-таки вы подвязаны под освещение и под хорошую веб-ку. Без этого никак, ребята. Но проверить можете. Вдруг у вас будет идти достаточно интересно и хорошо. Вполне себе играбельно. На самом деле я какого дискомфорта не ощущаю. Хотя я привык к Тоби 5. Он все-таки плавнее. Но это и другое устройство другого уровня. Но, в принципе, для бюджетного варианта отслеживания головы, ребята, ну это космос. Работать не так плавно. Все-таки небольшие рывки присутствуют. Но сами понимаете, как бы, о чем идет речь. Вот, собственно, ребята, вот такие вот дела. Можно поворачиваться, можно осматриваться, да. То есть влево-вправо. Ну, в принципе, как я в Тобике пользуюсь. Я не смотрю вверх-вниз. Мне нужно только посмотреть влево и посмотреть вправо. Больше никуда. Я больше никаким образом не использую Тоби Трекер. На наклоны я тоже эти наклоны у себя убрал. Здесь тоже убрал. Вы можете потыкать, попытаться настроить еще и наклоны. Но это будет такая себе ахинея. Лучше использовать только движение вверх-вниз и влево-вправо. По умолчанию, естественно, все приближение, оно будет, как бы, ну, работать. В принципе, комфортно, ребят. Вот, собственно, то, что я хотел вам сказать. Есть какие-то вопросы, пишите мне в личку. Я постараюсь вам подсказать, помочь в этом плане. Но работает, что нет-то? Работает. За 350 рублей, я думаю, многие воспользуются этим методом. Ну, а если нет, а если у вас проблемы с покупкой, ребят, ну, обращайтесь ко мне, короче. Если вдруг что. Такие вот дела. С вами был Дима, канал Добро. Иду им себя вновь в дозраке в стримах. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Работает также в Америке, естественно. Пока.